Приветствую вас! И первое, чего бы мне хотелось начать свой ответ, будет касаться того же, что вы совершенно верно пишете до своих вопросов текст совершенно правильно. Вы понимаете все, что вам нужно делать сейчас, на данный момент. Правильно вы сделали, что Игоря отпустили. Правильно сделали, что собирались ему помогать. Правильно сделали, что перестали быть его мамой и распределять его средства. Вообще очень здорово читать, что вы житвуете себя недостаточной женщиной. Это безусловно очень радует, потому что вам это поможет вообще немножечко по-другому строить отношения. Вам это поможет немножко по-другому смотреть на огромняющих людей. Вам это поможет в действительности понимать, что мужчина, если захочет, он сделает так, что его женщина будет с ним. Вот этот момент вам нужно сделать таким, знаете, своим постулатом. И не менее важный момент заключается в том, что мужчине, вашему мужчине Игорю лучше всего. Дать понять. Ну, вообще-то говоря, что у слов есть своя, знаете, цена. Если человек, например, говорит, что у него появилась любовница, то в этом нет ничего, в принципе, такого уж прямо, скажем, дурного. Да, потому что, ну, понятно, что это может произойти, такое может случиться. Но вот цель узнать своим словам, понимать ответственность своих слов, ну, простите, этому нужно мужчине учить. И пока у меня сложилось такое впечатление, что он, у него нету осознания этой своей ответственности. Ну, вот, не понимает человек, как, вообще говоря, обстоят дела. Ну, вот, ну, не понимает. Он думает, что может совершенно спокойно с вами поступать так, как ему заблагорассудится. Он может совершенно спокойно сказать вам такую вещь, причем, как бы, между прочим, причем, как бы, знаете, вскользь. И человеку нужно видеть, что такими словами разбрасываться, ну, нельзя, тем более с вами, если вы считаете себя достойной женщиной, а вы считаете себя достойной женщиной. И вот этот момент, он очень важен. Почему? Потому что без этого ваши дальнейшие отношения с ним обречены, по сути говоря, на провал. И это первый момент. Первый и очень важный момент. А вот теперь, что касается того, что вы задаете, значит, свои вопросы. Значит, значит, первый вопрос, который вы пишете, заключается в том, что вы, как бы, спрашиваете, значит, что можно сделать с его членством, да, в вашем некоммерческом предприятии. То есть предлагать ли ему его, это самое членство. У него есть какие-то моменты, в которые он вас не приглашал, да? А вы теперь задаете с вопросом, стоит ли вам это делать. При условии, что все документы, значит, значит, так, при условии, что все документы находятся у него. Вот такие документы готовит он. Вы знаете, здесь важно поступить, вот самое главное, что вам нужно понять, вот как решить этот вопрос. Нужно поступить в контексте вашего поведения. Что это значит, поступить в контексте вашего поведения? А поступить в контексте вашего поведения, значит, поступить так, как вам, кажется, наиболее правильным. Вы сейчас, на момент написания вот этой записи, какое-то время назад написали мне, что ощутили себя свободно, что вы чувствуете себя, что вы, как бы, глотнули воздух и так далее. Вы чувствуете себя цельным человеком, это вы чувствуете и так далее. Это хорошо. Вот теперь давайте попробуем с вами учиться доверять своим ощущениям. Вы сами по своим чувствам, вот как считаете, стоит мужчине предложить или нет? Я думаю, что на этот вопрос вам ответ конкретный мне давать не стоит. Почему не стоит? Потому что, ну, получается так, что я вам дам совет. Стоит? Не стоит. Стоит предлагать, значит, мужчине членство в составе учредителя или нет? С точки зрения партнера, конечно же, не стоит. Почему? Потому что у Игоря есть некоммерческие партнерские партнеры, в которые он вас не приглашал. И моральное право на то, чтобы его не приглашать в свое направление, вы имеете моральное право. Но вы с ним не только партнеры. Вы с ним еще и муж и жена. И хотя в этом аспекте у вас сейчас проблемы, по крайней мере, со стороны мужа, не смотря на это все равно еще вы остаетесь или. И это нельзя отбрасывать со счета. Поэтому будет наиболее правильным, если вы подумаете для себя. Вот, в принципе, так. Вот для чего вам предлагать своему мужу партнерство, членство в вашем некоммерческом предприятии, некоммерческом партнерстве? Для чего? Без него вы справитесь, полагаю, прекрасно. И если мужчина это знает, и вы точно это знаете. Значит, вы не хотите его обидеть, получайте. Нежелание обидеть человека, оно как бы понятно. Оно понятно. И оно на самом-то деле очень правильно, что у вас есть такое желание. Желание не обижать человека понаправду. То есть, вот вы ему партнерство не пригласите, а он представит это как бы, ну, оскорблением. Вам это не нужно. Понятно, что вам это действительно не нужно. И тогда, давайте подумаем так. Вы хотите человека не обижать. То есть, насколько сильно ваше желание не обидеть мужчину? Имеет ли для вас значение, что он подумает о вас? Или наоборот, не подумает о вас? Имеет ли для вас сейчас, на данный момент, значение его реакции? И вот, если имеет значение реакции мужчины для вас сейчас, если имеет значение, то тогда, тогда, конечно, приглашите в сторону. Просто для чего? Чтобы выполнить свой долг как женщина. Ведь вы же супруги, и как у супругов, у вас есть общие, ну, общие какие-то дела, да, общие какие-то, там, процессы. И мужчина, он, как ваш муж, участвует в том, что вы делаете. Пусть и не везде активно, не везде, не везде равномерно, но, тем не менее, участвует. И, а вот так просто, знаете, ну, поступить с ним, как поступил он с вами, было бы, ну, не совсем правильно. То есть, да, он вас ни в какое смертство свое не приглашал, это понятно. Он, можно сказать, ну, проигнорировал ваши желания. Это ясно, да, это понятно. Но вы человек, который, я надеюсь, позиционирует себя как гораздо более сильная личность. Мужчина этого не сделал, а счастье еще и потому, что, возможно, не хотел соперничать с вами еще и в этом. Ну, в том, о чем мы с вами говорили. А вы такой проблемой, я надеюсь, не страдаете. То есть, вот, то есть, у вас нет такого вот конфликта, да, такого конфликта, как у вашего мужа. И давайте мы с вами будем исходить именно из этого момента. Из момента, что вы сильнее. А это значит, что в случае, если вы волнуетесь за то, как мужчина отреагирует на ваше вот такое вот поведение, на ваше желание, да, в этом случае, ну, приглашите ему след, вот, скажите, вот ты бы не хотел там вот поучаствовать в моем деле. То есть, если вы опасаетесь того, что могут быть конфликты, то вы можете себя вполне обезопасить. И сказать своему мужу примерно следующее. То есть, что вы готовы его, ну, принять, да, в данное членство, в данное партнерство, но только на определенных условиях. Какие это условия, я надеюсь, вам говорить не нужно, потому что вы, я надеюсь, понимаете какие это условия. То есть, это условия, например, например, еще раз повторю, например, это всего лишь рекомендации, это ни в коем случае не инструкция к действию. Например, мужчина полностью принимает все ваши условия. То есть, если он заключает с вами договор о партнерстве, то он соглашается полностью следовать всем вашим, ну, скажем, требованиям, всем вашим указаниям и так далее. То есть, он не имеет права как-то вот, да, выставлять вам, допустим, балки в колеса там и так далее. То есть, вы здесь целиком и полностью сами все делаете. Вы сами занимаетесь всем процессом, а мужчина просто вот, ну, вам подчиняется в этом направлении. Если он согласен, то никаких проблем с этим нет. Если не согласен, то, ну, значит, так ему хочется. Таково его желание. Вы с его желанием спорить не намерены и можете совершенно спокойно позволить ему быть несогласным, но при этом уже в повсюду не приглашать. То есть, обоснование того, почему вы не хотите, чтобы у мужчины были какие-то равные вам права, обоснование. Можно в качестве этих обоснований подоставить то, что вы написали мне. То есть, чтобы не возникало конфликтов еще и в этом направлении, еще и в данной сфере. Потому что вам конфликтов по работе, ну, например, хватает и так, и вы не хотите еще больше конфликтов. Это понятно, вам понятно мужчине. Вот в таком контексте и нужно вести диалог. Причем, если он пообещает вас, что, например, никаких конфликтов не будет, что он вам там равен в правах только формально, а в действительности вы там всем подправляетесь, вы с этим не соглашаетесь. Потому что, ну, надеюсь, не надо объяснять, мужчины и женщины понимают одни и те же вещи, тем более сказанные словами совершенно по-разному. И мне бы не хотелось, чтобы у вас было такое, вот, ну, знаете, разочарование или неприятные последствия о том. Вот. Скажете вы мне на это примерно следующее. Ну, как же так? Вот мы с вами просто раз говорили, что нужно с мужчиной быть на равных, не лезть, не унижать его, не ставить его ниже себя, а тут вы мне предлагаете его поставить прямо себе в подчинение. Так правильно. Факт соперничества заключается в чем? В надежде, в возможности для мужчин. То есть у мужчины теоретически есть возможность с вами соперничать. Именно поэтому отсюда все проблемы. А если сразу ситуацию всю обрисовать и сказать ему, мол, так так? Так, вот у нас с тобой изначально есть такие и такие условия. И я на другие условия не соглашусь. Если потребуется там письменное подтверждение этим условиям, предоставлю, все будет. У мужчины изначально не будет никакой надежды, никакой возможности с вами как-то соперничать. И это исключит этот факт, то есть факт соперничества для вас. Вот и все. И проблем с мужем в этой сфере, в отличие от других сфер, у вас не будет. Потому что, простите, вы заранее все условия прописали. И проблемам взяться просто неоткуда будет. Пожалуй, именно, знаете, недостаток условий, недостаток, я бы сказал, ну, я бы сказал, недостаток условий, как правило, мешает людям действовать верно. Мешает людям, я бы сказал, ну, как это правильно выразиться, мешает людям действовать так, как вот их устраивает. Люди больше предпочитают какие-то такие, знаете, плавающие условия, такие, знаете, возможности. Возможности это хорошо, но возможности это свободно. А там, где свобода, там, простите, логическое мышление. А там, где логическое мышление, там всегда есть и свобода воли, и личностный рост, и проблема выбора, и так далее. А это все проблемы. И проблемы не каждый человек готов решать. Поэтому вот этот момент очень важен. Я бы даже сказал, архива, что для вас проясните. Согласен мужчинам условия? Причем, чем чутье условия прописаны, тем лучше. Это то, что касается, значит, точно касается того варианта, если вы, ну, не хотите его обижать. А если в контексте последних событий вы прониклись безразличием к мужчине, ну, это, знаете, ваше право. Ваше право не ставить мужчину в расчет, не думать о том, что он почувствует. Просто потому, что теперь у него, вот как вы написали, развитие, просветание, преуспевание своим путем. Вообще, складывается ощущение, что вы очень резко так к нему перегорели. То есть, вот он вам сказал, да, про то, что у него другая женщина появилась. И вы тут не резко так перегорели. Это очень здорово. Потому что мужчин должен понимать, что если у него появилась другая женщина, то вы не страдать будете. А вы будете воспринимать его, как, ну, слабого человека, как слабого характера. Это важный момент, данный аспект. И если вы не волнуетесь по поводу его реакции, то смело даже ни о чем с ним не говорите. То есть, документы, вот, у него есть, он эти документы готовит, он вам их отдаст, и все. Будьте готовы к тому, что он эти документы может вам не отдавать, если у вас есть проблемы. Потому что документы – это рычаг управления вам. Это рычаг манипуляции вам. Это рычаг давления на вас. И вот, пожалуйста, к этому моменту постарайтесь подготовиться. Подготовиться. К этому, ну, к этим обстоятельствам постарайтесь подготовиться. То есть, продумать, как вы будете действовать, если мужчина будет затягивать процесс подготовки документации. Тем более, тем более, что такое у него уже было. Если вы писали о его непростуальности, вы писали о его, вот, склонности к тому, чтобы тянуть какие-то вопросы, тянуть какие-то дела, и все это, конечно, не есть хорошо. Вот подумайте, как обезопасить тебе себя с этой стороны. К сожалению, я вам здесь подсказать вероятно, что это могу. Потому что, ну, сам представляю я механизм пропуска документов. Сам представляю я, как вы эти документы получаете. То есть, должен ли он вам прислать их по почте, или вы получаете их в физическом виде. И если да, то были ли, значит, какие-то сроки, и можете ли вы как-то на мужчину повлиять, чтобы он сделал это быстрее. К сожалению, этого всего я не знаю. Но одно могу сказать совершенно точно, что в этом контексте, и при условии наличия вас проблем между вами, вы окажетесь в той самой ситуации, которую вы не хотите создавать, от которой вы всячески стараетесь избежать, от которой вы всячески стараетесь, знаете, дефонцироваться. Но у вас этого не получается. Пока еще. Вот на данный момент. То есть, понятно, что это не ваша вина. Понятно, что мужчина, он сам своими поступками ставит вас в эти ситуации. Но вы стараетесь в этих ситуациях избежать. Какие? Это смешивание личного и профессионального. И вот, ага, в этой ситуации главное, на личное, вообще не обращать никакого внимания. Мужчина будет стараться как-то вас отвлечь, как-то вас садить, как-то вас там привлечь и так далее. Не позволяйте ему этого делать. Вы пришли куда? За документами? За документами. Вот их и старайтесь получить. И все. Больше ни на что внимания старайтесь вообще не обращать. Но будьте готовы к тому, что мужчина будет стараться как-то вас садить. Это очень важно. И если вы не будете реагировать на его какие-то намеки, подковы, может быть даже какие-то не очень приятные вещи, то я надеюсь, что вы гораздо быстрее получите свои документы, которые вам нужны и так далее. Следующий важный вопрос, который мне вам хочется задать. Ну, опять же, этот вопрос, который, он скорее полезен вам, чем мне, и вам совершенно не обязательно на него отвечать. Именно мне, просто сами постарайтесь об этом подумать. Вот вы, когда ему документы отдавали, когда вы обращались к нему, чтобы он вам эти документы готовил, да? Вы как, вот сейчас, если вспомнить, видели, что мужчина хочет, ну, получить партнерство в вашем направлении или нет? Подумайте, вспомните. Если, если хотел, если вы видели, что его это как-то интересует, ну, значит, тогда, если вы не предложите, скорее всего, будут обиды. Что делать и как реагировать, я вам уже описал, а вам теперь предстоит просто, ну, вот на этот вопрос ответить. Если он выросил свой интерес относительно этих, ну, этих действий, относительно вашего партнерства, то, скорее всего, его это действительно интересует. Сейчас, когда ситуация немножко изменилась, он может проявлять наоборот, безразличие, а может в большей степени проявить рвение. Ну, вам нужно для себя вот этот момент, момент выявить. Проявлял он интерес или нет? Наиболее вероятным вариантом является то, что он, если проявлял интерес, то сейчас его не будет проявлять, чтобы показать свою независимость от вас. В этом случае, если вы не предложите ему, потом вам это аукнется, то есть он вам это вспомнит. Соответственно, чтобы этого не было, лучше предложить, если вас волнует его реакция, если вы не хотите его обижать. Ну, а если нет, то, надеюсь, все понятно. С этим вопросом все. Теперь второй вопрос. Спрашиваете вы, можно ли как-то отдать ему деньги? Они, конечно, и так в его доступе, но что-нибудь вообще можно с этим сделать, чтобы не видеть его реакции. Ведь планирование проходит через меня, а вам это не нужно. Пусть сам распределяет свои расходы. Ну, вот, вы знаете, признаться существенно вопрос. Вопрос этот, он меня несколько обескуряжил. Дело в том, что, как я понял, ваши расходы, финансовые расходы, да, они проходят через определенный аборат. Ну, я имею в виду механизм. Механизм какого плана? Ну, великолепический, да, то есть, есть, там, финансовый расход, финансовый помощник, вы вроде бы писали про ФП, хотя, может быть, я неправильно расшифровал это. И этот человек распределяет доходы. Соответственно, если этот, я прошу прощения, если я ошибаюсь, если я что-то перепутал, я так понял из вашего объяснения раньше, что этот человек не вы. Этот человек кто-то другой. Потому что вы через него свои расходы также планируете. Ну, может быть, я, если честно, не очень понимаю, что изменилось. Раньше все расходы происходили через финансового помощника, а сейчас они перестали проходить через финансового помощника? Или вы утверждаете стадию расхода? Если так, то можно просто подписать определенную передачу полномочия, например, то, что планирование расходов там директора происходит по его собственному усмотрению. Если он документально как-то, нет, документарно как-то это подтвердить, как-то это утвердить, то вам это можно сделать. То есть, если я вас правильно понял, то это вопрос скорее, знаете, технического характера, не психологического. Но с другой стороны, вы задаете его мне. Значит, надо считать, что на него можно ответить как-то психологически. Хорошо. Предположим, что происходит такая ситуация, что у вас появляются деньги, и мужчина начинает стандартно себя вести. Говорит, я куплю то-то, 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 да. И вы обычно что ему говорите? Вы обычно его как бы одергиваете. То есть, вы говорите, нет, там, не надо, нельзя, нужно там с ПВА статью расходов там как-то утвердить и так далее. То есть, вы его тормозите. Ну, а в этот раз, просто-напросто не делайте этого еще. Не одромозите его. Скажите ему, что, ну вот, ты хочешь, вот, хорошо, давай, действуй. Я тебе ничего, не буду ничего против говорить, пожалуйста. Хочешь покупать что-то, покупай. Мужчина удивится. Мужчина, он не привык к такому, вообще говоря, поведению с вашей стороны. Он привык, что вы его сдерживаете. И, возможно, это сдерживание ему нравится. Ну, то есть, он понимает, что вы даете ему то, что действительно истинно. То есть, он сомневается в том, что его желания правомерны, его желания имеют право, имеют право на существование, да. Он, как бы, через вас их просеивает. А теперь вы говорите, все, я не хочу больше. Теперь вы говорите, ты взрослый мужчина, взрослый человек, взрослый мальчик, вот. Хочешь что-то купить, покупай. Но только за последствия, как бы, отвечай сам. И все. И, знаете, не нужно об этом и наговаривать. То есть, конкретную тему для беседы принимать не стоит. Потому что все будет у вас, как мне кажется, по заранее определенной схеме. Мужчина вам не поверит, не поверит в то, что вы, вот, к чему-то, ну, что вы что-то меняете. И, почему не поверит, я надеюсь, понятно, потому что ему это не выгодно. И, собственно говоря, захочет эту тему замять, чтобы, ну, чтобы побыстрее вы забыли об этом, а потом было все как обычно. То есть, привычно все. И поэтому, если вы начнете об этом говорить, мужчина даже готов будет. Он на всякий случай подготовится к тому, что вы будете противиться. То есть, ваше поведение, он воспримет как провоцирующее и скажет, вот это, ты на меня там обиделась за что-то, ты там меня хочешь проучить, ничего подобного. Я знаю, что ты не хочешь, но то же самое, что и раз, только теперь уже в более тяжелой форме. И в более, наверное, агрессивной форме. Чтобы этого не было, вам желательно говорить по факту, по существу. То есть, вот, придет перераспределение, когда, опять же, я говорю со своей точки зрения, со своей стороны. Я говорю о стороне именно вот психологически. Я, ну, как я теперь понял, я не очень хорошо отдаю себе отсчет, как у вас это технически происходит. Но, с психологической стороны, все планирование отдается ему, чтобы не было таких связей. Скажите, ну, вот, когда наступит момент, когда наступит момент, вы готовы так поступить? Вы готовы сказать ему, что нет, я не буду там себе привычно, как ты привык помогать, я буду действовать иначе? Если готовы, то все, никаких проблем нет. Мужчину это удивит, но я думаю, что он возьмет это на себя через силу, нехотя, но возьмет. И, кто знает, может быть, ему это поможет даже освоить какие-то новые для себя навыки. Кто знает, может быть, будет лучше планировать, когда будете ощущать, что все ответственности на нем лежат. Кстати, вот, спорить-то с вами по поводу того, что вот эта статья расходов имеет место быть, а эта статья не имеет легко. Когда я понимаю, что все от тебя зависит, то и как не легко все. Поэтому, я думаю, вы движетесь в правильном направлении, только лично мне не совсем, ага, понятно, в данном случае проблематика. Вот именно вот проблематика вопроса. А, значит, ну, может быть, вы неправильно как-то его задали, но тем не менее. Можно ли как-то дать ему его деньги? Если деньги его, то они принадлежат ему. И вы, если и ранее планировали, то просто вот в рамках своего вот поведения, которое вы сейчас, ну, которого вы придерживаетесь, вы просто ему скажете, что вот, ты знаешь, вот твои деньги, я не хочу больше за них иметь ответственность. Это как бы твои деньги, а вот ты им это распоряжаешься. Ты мужчина, мужчина должен иметь читать деньги, мужчина должен иметь, вести их учет, а это не женское дело. Я не хочу заниматься распределением бюджета, например, своей семьи. Это не женское дело. А я хочу быть женщиной. Имеете право на это? Я думаю, что имеете. Вот и все. И больше вам ничего, в принципе, не требуется. Я не совсем понимаю, вот как бы, ну, проблематики. Если проблематика касается предыдущего письма, то, что вы говорили, что появляются деньги, и мужчины начинают с вами спорить и так далее. Ну, просто в этот момент опустите. Если раньше вы были активностью, то сейчас вы проявляете пассивность, и все. И проблем у вас не будет больше с этим. А я, ну, вот, ну, знаете, не сохранил вашего письма предыдущего, потому что они, ну, я как бы удаляю письма, вот. Ну, там они, в принципе, в истории-то есть. Я мог бы, наверное, найти, но просто я думаю, что это время личное, пока я нахожу. Не думаю, что это хорошая идея будет. Я просто думаю, что вот я так вспоминаю, что вы писали про деньги. Вы просто брали на себя ответственность, и за него тоже в том, как вы видели, он плавает. А теперь, раз он и другую женщину себе вроде бы как завел, да, и вообще он, ну, как я понял, от вас отстранился, ну, значит, пусть и деньги свои считают. Это, я думаю, справедливо. Он просто нужно понять, в чем вы психологически привязаны и в чем технически. Если психологически вы чувствуете ответственность, то эту ответственность стоит воспринимать как, ну, в данном случае, как не характерную, не подходящую для вас. То есть она лично, она вам не нужна, она создает конфликтную ситуацию для вас с мужчиной. Ну, вы сами знаете почему, да? Исходя из вашего предыдущего письма, это понятно. А техническая привязка, технический блок, это, ну, собственно, те бюрократические проволоки, которые не позволяют вам полностью снять с себя ответственность по распределению именно расходов мышцами. Если такие блоки есть, то их нужно пересматривать. Если требуется, то переоформить. Я не думаю, что человек у вашего уровня в организации доставит много хлопот такой документ составить и утвердить. Я не думаю, что мужчина будет вам в этом сопротивляться, но даже если и будет, то ваше полное право избавить себя от личного нежелаемого действия и ваше личное право освободить себя от того, что вы считаете личным. Ну, вот, в принципе, и все ответы на ваши вопросы. Хотя второй вопрос по-прежнему у меня немножечко осталось. Такое ощущение, что как-то то ли я вас не понял, то ли вы написали что-то не так. Ну, вот, если как-то я не так на него ответил, то вы всегда напишите. Я вам бесплатно отвечу, потому что, ну, реально как в отношении, что какая-то неточность. Вот. Это то, что касается второго вопроса. И, вы знаете, не мог пройти я мимо вашего письма, которое касается любовницы на самом деле. Дело в том, что я-то ведь на самом-то деле понимаю, что вам, наверное, очень неприятно и, скорее всего, неприятно. Особенно на фоне всего того, что вы писали про мужчину, что вы его, по сути дела, подняли, что вы, по сути дела, придали ему ту его значимость, которая у него есть на данный момент. И получается, что мужчина не то, что не оценил этого, а получается, что он теперь, как бы, от вас отстраняется, пользуясь тем, что вы ему дали. И, наверное, он считает, что сын, что у него есть сейчас, это его личная заслуга. И вас это не может не задевать. Я понимаю, что вы сильный человек, я понимаю, что вы совсем справитесь сама, но, тем не менее. И давайте мы постараемся избежать вот этого вот классического капкана, когда мужчина считает, что он всего добился сам, и женщина считает, что мужчина добился всего благодаря ей, и на этом больше возникают какие-то скандалы, конфликты там и так далее. Он бы даже обид. Давайте постараемся от этого капкана не попасться, потому что, ну, во-первых, так. Ну, вы этого человека любили и любите, и вы, наверное, хотите ему счастье. Раз так, то я вам надеюсь, что вы его любите до сих пор, и раз любите, то сделаете ему счастье также до сих пор. А раз так, то, собственно говоря, вот то, что мужчина соблёт, это в его интересах, это делает его более счастливым, и давайте вот это так мы и оставим. То есть я хочу сказать, что если вы не счастливы, то порядуйте за него и отпустите. Постарайтесь это делать. Я понимаю, что это тяжело, но постарайтесь. Ну, старик, если человек сам считает, что вот всё, чего он добился, это его собственная заслуга, ну, вы его не были убедитесь никак. Вот из всего того, что мы с вами разбирали, вы не сможете его убедить. Потому что он просто из принципа будет вам противоречен. Просто потому что согласиться с вами для него значит вам проиграть. А это недопустимо. Ну, по крайней мере, для него недопустимо. И этот момент тоже нельзя вот так вот взять и просто-напросто как-то, ну, закрыть глаза. Дальше. Понимаете, в чём дело? Мужчина, который реально поднялся и чего-то достиг за счёт своей женщины, он ведь что может делать дальше? Он может пользоваться теми, теми средствами, которые эта женщина ему дала. То есть теми средствами, которые вы ему дали. Ну, хорошо. Средства какие-то вы ему дали, это безусловно. Ну, так момент заключается в чём? Что вы ушли и средств у него больше нет на самом-то деле. То есть новых средств у него не будет. А проблемы новые появляться будут. И окажется так, что произойдёт ситуация, в которой мужчина не будет знать, что ему делать. И вот тут проявят в себя те, ну, те моменты, которые, ну, по какой-то причине не проявляли себя, например, рано. Если такая ситуация имела место быть. И мужчина сам поймёт, что вот своим поведением, своим, лучше сказать, наверное, даже отношением к вам, он загнал себя в угол. То есть вам просто нужно его оставить, оставить без своего, там, я не знаю, внимания, без своей опеки, без своей заботы, без своей помощи. И, собственно говоря, это рано или поздно даст о себе знать. Как? А вот невозможностью мужчины что-либо сделать без вас. Ну, я имею в виду, что-либо сделать именно принципиального. То есть это вот важно понимать, да? Принципиального. Ну, принципиального нового, принципиально прогрессивного. Ага. Принципиально там, э, какого, серьёзного, важного. Вот и этот момент, этот момент. Так же вы не старайтесь не добывать. Ну, а что касается любовницы, то я надеюсь, здесь вы понимаете, что для мужчины она всего лишь средство для того, чтобы показать самому себе, какой он мужественный, востребованный. И так далее. Но, знаете, в итоге это ни к чему хорошему не приведет, хотя бы потому, что люди, если они используют других людей для каких-то своих целей, то абсолютно никогда ничего хорошего из этого не получается. И вам это нужно точно помнить. И что мужчина, он сделал это от безысходности определенной, от невозможности как-то иначе решить проблему. Но в действительности я хочу сказать, что этот поступок о нем, к сожалению, достаточно много говорит. и говорит он о нем достаточно много именно нехорошего. То есть, простите, но это явно вообще пренебрежение к вам. Простите, но это явно не уважение к вам и, в общем-то, даже если никого у него там нет, то, собственно говоря, все равно это очень неприятно и просто так на тормознях это спускать нельзя никак. То есть, если вы можете там что-то захочете, я просто, ну, не совсем понимаю, как обстоят дела на самом деле. То есть, понимаю, что вы очень спокойно и адекватно на это реагируете, но не хотелось бы, чтобы у вас внутри как-то это очень копилось, как-то вас напрягало, мне бы хотелось как-то вам помочь, поэтому я это все говорю. Нельзя просто так это взять и оставлять. То есть, если он захочет там к вам, грубо говоря, вернуться, да, то, ну, это достаточно серьезные разговоры предстоят вам, потому что это уже предательство. А поскольку, ну, мужчина, я не занимаюсь в том, что он вас любит, то это предательство самое на есть классическое. И в этой ситуации главное, чтобы вы поговорили, пришли к определенному выводу, чтобы мужчина понял, что вот так спас нельзя и что он реально может вас потерять. Пока я думаю, что он до сих пор не верит в то, что он может вас потерять. Вот у меня и такое вот сложилось ощущение, впечатление, что он не верит в то, что он реально может вас потерять. То есть реально наступит такой день, такой момент, когда вас просто не будет с ним рядом. Ну, в принципе, на этом, я думаю, можно закончить, потому что этот вопрос даже не был вопросом. Это просто вы написали, я вам даю обратную связь. Вот, чтобы не подумали, что я как-то там пытаюсь время тянуть. Вот, на все вопросы я вам ответил. Надеюсь, что помог. Ну, желаю вам всего доброго, удачи и если будут какие-то вопросы, то пишите. Если честно, то после вот того вашего письма и записи, эта запись вам показалась очень легкой. Все-таки для меня это тоже был первый опыт, когда я так долго отвечал на вопрос, ну, не на вопрос, а на чек-текст. На самом деле, ни с кем решил, так долго, без перерыва я не говорил. То есть, ну, такой длинный ответ не записывал. Тем более, что пауз я не делал. Ну вот, всего доброго, до свидания.